Школа номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова стала местом проведения педагогической конференции «Модель интеграции общего, профессионального и дополнительного образования в условиях открытого образовательного пространства». Уже более двух лет 13-я школа работает по реализации одноименного проекта. Кроме демонстрации и накопленного опыта, школа номер 13 предложила участникам обсудить перспективы развития своего проекта в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Гостями конференции стали представители учреждений образования как дошкольного, так и общего дополнительного профессионального из Буя, Буйского и Сусанинского районов. Организаторами мероприятий, кроме хозяев, выступили Дом детского творчества, детский сад номер 15 «Огонек», Буйский техникум градостроительства и предпринимательства, а также специалисты Костромского областного института развития образования. Я знаю школу 13 очень давно и в принципе Буйское образование очень давно. Школы меняются, школы растут в том смысле, что растут по качеству, по содержанию работы. Ну, видны изменения, я думаю, что и население это замечает. Молодцы Буявляне, они всегда идут впереди, как сказать, Костромского образования. И тема, которая сегодня была поднята, принята, вернее, для обсуждения, она действительно является очень актуальной. Поскольку сегодня, не открываясь во внешний мир и не беряя из внешнего мира максимально для того, чтобы обучающиеся получили максимум от образования, и это было полезно прежде всего для развития муниципальной экономики и гражданского общества, невозможно. И поэтому темы, которые обсуждали, и возможные проблемы, которые будут обсуждаться на круглом столе, они как раз помогут продвинуть и Буйское образование, и в целом Буйский муниципалитет вперед. Объединение с образовательными учреждениями города для того, чтобы реализовать все сложнейшие задачи, которые определяет федеральный стандарт. Есть еще один очень важный документ, он называется «Стратегия 2020», хотя сегодня это, конечно, стратегия, это уже сбой, это стратегия развития инновационной экономики. И всем понятно, что инновационная экономика не может развиваться без новых кадров, профессиональных кадров. А 90-е и нулевые годы дали серьезный провал в плане профориентации. Люди шли куда угодно, лишь бы поступить и получить диплом, поэтому сегодня нет ни врачей, ни учителей, ни рабочих профессий, сколько бы ни открывалось новых рабочих мест. Чтобы заниматься профориентацией и добиваться хороших кадров, этим надо заниматься системно и буквально с детского сада. Вот эта идея региональной инновационной площадки, это некий заказ областной администрации на выстроение этой работы. Изначально мы занимались только с Домом детского творчества, интеграции, то есть объединение их специалистов хороших на нашей базе, наши дети и так далее. Далее мы подключили детские сады и Буйский техникум, градостроительство и предпринимательство. Сегодняшняя конференция вот в этом плане, на вторая. Мы два года в этом проекте работаем. Сегодня мы достаточно много большой аудитории собрали. Меня радует, что сегодня пришли к нам учреждения профессионального образования. Им тоже интересно, они прекрасно понимают, что ходить в марте и в апреле, собирать себе будущих студентов, это дело абсолютно безнадежное. Их надо выращивать, и чтобы точно знали, например, что эти 10-15 ребят, это их ребята, которые точно выберут их образовательное учреждение. Кадрами надо заниматься, никто для нас кадры не подготовит, мы в этом уже убеждены. Поэтому идея, вроде бы издалека мы заходим к ней, но я думаю, что лет через 10 эта идея должна давать результаты. В рамках первой теоретической части конференции коллеги обсудили основные идеи инновационной площадки школы номер 13. Поговорили о создании единого образовательного пространства, психолого-педагогическом сопровождении профессионального самоопределения учащихся, а также о роли родителей и классных руководителей в вопросах организации внеурочной деятельности. В рамках практической части мероприятия гости побывали на занятиях, подготовленных организаторами конференции, и познакомились с исследовательскими и творческими проектами учащихся. Мы сегодня демонстрировали проекты наших учащихся по реализации программы дополнительного образования, которая называется «Индивидуальный проект по предмету математика». Мы вместе работаем, вместе сотрудничаем, обмениваемся опытом. Я думаю, что у нас много общих интересов с Анной Юрьевной. Мы интересуемся не только тем, что написано в наших учебниках, мы хотим и сами узнать больше, и ребят привлечь к этому интересному занятию, к разработке проектов, в том числе проектов исследовательских, проектов творческих. И наши проекты выходят далеко за рамки нашего предмета, расширяя круг интересов и позволяя удовлетворить разные потребности запросу наших школьников. Да и мы интересуемся не только математикой, нам тоже интересно работать над проектами. Встреча была очень интересной, на таких мероприятиях я еще бывала нечасто, поэтому для меня это определенный опыт. Встреча, мне кажется, у нас удалась и была интересной. Математика, многие думают, что сухая, неинтересная наука, ничего подобного. Если вот процитировать, что сегодня ребята говорили, как сказал Давид Гильберт, об одном из своих учеников, он стал поэтом, для математики у него не хватало фантазии. Так что фантазии в математике очень много нужно иметь для того, чтобы действительно этот предмет не казался сухим и неинтересным. Тем более сейчас в нашей стране реализуется концепция развития математического образования. Я считаю, что мы в это дело тоже внесли, Анна Юрьевна, определенный вклад. Вот небольшой, в конкретной школе, но думаю, что мы внесли вклад и в это дело. У нас коллектив, он привык к тому, что есть задачи, которые решаются, в частности в ГОС у нас на всех трех ступенях уже внедряется. Но я думаю, что вы видели, как это выглядело на секции, где математики демонстрируют. Они не к сегодняшней конференции готовили этот опыт. Он наращен, потому что во ГОСах мы уже не первый год. Коллектив понимает, что ГОС – это серьезно, надолго. Это объективная реальность, данная нам для работы. Завершением семинара стал фрагмент спектакля «Сон Гитлера» Кукольного театра «Золотой ключик» Дома детского творчества. Педагог Марина Кудрявцева. Итоги мероприятия подвели на заседание круглого стола на тему перспективы развития модели интеграции общего, профессионального и дополнительного образования в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Коллеги понимают, что такое образовательное пространство, модели ее простраивают. Интересные программы показали, рассказали о программах интеграционных. Дошкольное образование очень хорошо и четко понимает свое место в интеграционном пространстве и красиво его представляет. Хотела бы сказать, что Надежда Анатольевна, как всегда, очень точно и очень четко с управленческой точки зрения представила аспекты этой темы в управленческом смысле. Большое спасибо за это. И, конечно, хочется отметить большую заслугу учителей, которые вкладывают душу, интеллект свой в том, чтобы детям было интересно, и не только интересно, но и полезно для будущего. Знаете, я, конечно, хотела поблагодарить. Вы тоже видели, насколько самоотверженно в этом деле участвуют родители. Они ведь тоже приготовили презентации не для сегодняшней конференции, это их портфолио семейное, они их просто продемонстрировали. То есть вот субъекты разные – родители, школа, дети, вузы и так далее. Вот только вместе эту задачу можно решать. Ну и, конечно, очень хотелось бы, чтобы в это вкладывались деньги.